Здравствуйте! Май 2022 года. Шестой день в этом зале идет семинар Павла Степина, девятидневный. А в первый день этого семинара мы провели в этом зале большую встречу жестянечков, круглый стол. Обсуждали вопрос, как жить без Пурала, по сути. Ну и другой момент вообще, какие кровельные стали на сегодняшний день сообщество будет считать хорошими. Как мы это провели? Дней за десять до встречи мы начали проводить заочный тест. Раздавали разным людям, признанным в отрасли профессионалам, на самом деле, одинаковые образцы для того, чтобы одинаковым инструментом на одинаковом столе, как говорится, одними руками, будучи одинаково трезвыми, люди могли бы сделать одну и ту же работу и получить свои субъективные ощущения от разных марок стали. И на прошлой неделе, 12 числа, в этом зале три человека полностью сделали такую же работу на пяти марках стали. Кроме вот этого субъективного теста, мы показали участникам, какие бывают заводские объективные тесты, померили цвет дорогущим правильным прибором, поняли, что мерить его незачем, да? Первое. Все остальное мы делали на самодельных установках. Мы провели тест на разрыв металла вот здесь. Уже Денис Забар разместил видеоролик отчетный, и там в комментариях люди спрашивают, тест по карандашу мы проводили или нет. Это известный тест на стойкость покрытия. Тест был у нас заготовлен, но мы не успели его провести. Я сейчас мельком покажу, в чем суть. Это самодельный прибор, но он сделан абсолютно по ГОСТу. Если мы хотим убедиться, что сталь выдерживает 2H, в сертификатах, допустим, бывает написано 2H, то мы берем коробку карандашей Кахинор, они считаются нормальными, или Фабер Кастел. Все это прописано в европейском и в отечественном ГОСТе. Вот они выстроены по твердости. Значит, если присвоена стали параметр 2H, то 2H она должна выдерживать. Показываю. Берем карандаш. Он очень странно почищен. Здесь важно, чтобы цилиндрическая часть грифеля была как можно длиннее. Цилиндрическую часть грифеля поправляем на наждачке. В смысле, на шкурке специальной подобранной марки, той, которой нужно. Это 400-ка, очень мелкая. Вот. Дальше вставляем этот карандаш в прибор. Прибор должен обеспечивать плавное движение карандаша по поверхности и обеспечение прижатия вот здесь с усилием 750 грамм. Вес вот этого изделия подобран так, что в этой точке, можем на весе поставить, будет 750 грамм. Ставим на образец. Желательно не давать ему долго стоять. Желательно как бы плавно опустить и поехать. Не получилось мне плавно опустить. Вот я поехал и я смотрю, что в общем-то в основном карандашный след и невооруженным взглядом не видно здесь царапин. Карандашный след. Если я возьму сейчас какой-нибудь полиэстер, да, я вот сейчас карандаш проверну на две грани, чтобы здесь работал другой торец. Возьму какой-нибудь полиэстер, про который не пишут, что он 2H. И посмотрю, а вдруг тоже 2H, да? Офигительно жесткий, вообще следа не оставляет. Но здесь жесткий, хорошо досушенная краска жесткая. Можем взять еще один полиэстер. Посмотреть, видите, всегда другой. Ищет баланс между жесткостью внешней поверхности и возможности возникновения дефектов при перегибе. Вот, тоже очень достойно, да, по жесткости. Попросить удивительно. И вот еще какая-то есть у нас марка стали. Посмотрим, что с ней будет происходить. 2H берем. Ну, вот здесь немножко сдирает краску, но в принципе тоже не до цинка и даже не до грунта. Тест нормальный, но главным тестом для нас был тест, который люди провели своими руками. Вот, наиболее технично и математично подошел к работе Денис Забара. Вот, он своей рукой поставил номера на образцах. И в том порядке, как он делал, поставил оценки. Он поставил свои оценки. 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов, 4 балла, 3 балла. Начинаем. Это у нас, похоже, да, это Пурал. Все отлично вытянулось. Как бы, что-то мы говорили. Это у нас, как же он, липецкий металл. Тоже матовый, цинкование потоньше. Тянется тоже прекрасно. Вот эти царапки, это я в уголок. В общем, нормально тянется, прекрасно все. Потом, это у нас, да, то есть здесь. Да, это у нас какой-то там полиэстер. Он тоже, в принципе, нормально тянется. Убираем. Всем этим металлом пятерочку я поставил. Вот это у нас северсталь. Кашемир. Четверочка. Он достаточно сталистый. Ну и на последнем месте полиэстер, стальной бархат. Тут как бы все понятно. Вот, в общем, пока дела вот такие вот. Вот они вот зеленые, но мне кажется, что это Пурал родной. Да, это липецкие кашемеры, то есть это самое. То есть мне они понравились больше всего. Во-первых, у Липецкого нет кашемера. Да, не Липецкая. Да, во-вторых, вот это Пурал. Значит, да. А вот это Липецкая пока, но пока названия нет. Пока название только техническое. Полиуретан матовый из Липецкой. Это вот это. Вот, да. А это Пурал. Ну, соответственно, да, две понравились. Теперь, ну, вот это вот плюс-минус, да, но что-то я его пошкряпал, поцарапал, не знаю. Да, это, вот это как раз Кашемир, который теперь Руфтоп Ультрамат. Вот эти вот все равно две я бы топчик взял. Вот это вот поставил бы на третье место. Ну, а... А это полиэстер. Ну, это полиэстер, да, как бы здесь. С Кашемиром поработал. Стойкость краски хорошая, но жестковат. Да, точно. Жестковат. А второй уже крутить неудобно. Остальное все так нормально. Так, ну что скажу, как бы... Первое место есть, конечно, Пурал. Второе место мне очень понравилось, я не знаю, что это. Это Липецк. Липецк мягкий, уже эластичный, удобный. Ну, потом вот третье место возьму, не знаю тоже, кто это у нас. Ну, один из пылеэстеров. Да, но он как-то бы понравился мне тоже. Потом... Есть номер четыре, но он жесткий, и вот он царапается. То есть я когда загибал, то есть есть царапки. То есть с самими маленькими, да, делал? Но он жесткий. То есть почему-то, вот как бы вот такой, как бы... Иги, иги. Вот. Ну вот, пятый как бы тоже не очень, потому что прям жесткий-жесткий. То есть в работе очень тяжело. То есть это пятый номер. Почему-то. В ходе субъективного теста тоже пришли к выводу, что, ну, сделать можно и всего. Какие-то пожестче стали, какие-то помягче. Но Липецк признан достаточно мягкой сталью, да? Северсталь достаточно жесткий. Это вот сообщество определило. Вот. Так, да, Павел? Да. Если хочешь поберечь свои руки и здоровье, это Липецкая сталь. Да. Если выбора нет, можно из любой стали, вот из присутствующих, сделать конфеты. Ну да, на сегодня так, сегодня так и вывод.